Михаил, я немножко хочу сейчас вот как раз продолжить тему, вы заговорили о крамольных вещах, о Германии, я понимаю, что эта тема как бы не принятая, но тем не менее, там действительно общество расслаивалось на фактически 4 категории, именно те, о которых говорили. То есть есть высшая категория, это СС, это те, кто сконцентрировался вокруг ННР, вокруг общества, и следующая категория это промышленники, даже не знаю, кто больше у них был, все-таки важнее промышленники или важнее были военные, и те, кто находился уже в духе НСДАП, такого соцреализма абсолютного, то есть это как бы простые люди, простые немцы, которые должны класть свою жизнь на алтарь всего этого процесса. Но тут есть одна интересная деталь, они ведь не по рождению были такими, то есть по рождению, может быть, были только вот вы, высшая вот эта вот прослойка, которая истинные арийцы, которым замеряли черепа, и согласно вот этому вот их арийскому предназначению, их принимали в СС, ну и потом немножко все-таки портили кровь. Вот, для нынешнего общества вот это вот расслоение, то есть, наверное, предназначение определенного человека можно исчислить, вы специалист в нумерологии, я не знаю, там, по гороскопу проверить, еще каким-то образом. Но, по крайней мере, кто-то может человеку рассказать о его внутренних своих же тайных секретах, о которых он просто не подозревает или не подозревал до сих пор. Это правда, да, это правда. Мы будем об этом говорить, потому что там очень много интересного, и вот та самая свастика, которая является символом, вообще-то говоря, разрушения всего, на самом деле на каждом доме в Индии вот такая якобы свастика, это так назвали свастику, на самом деле это совсем другая вещь, она символизирует, в общем-то, абсолютно другое понимание, как это вложил туда Гитлер. Мы немножко отвлекаемся, конечно, тем, потому что, на самом деле, эта свастика, она вообще в противоположную сторону, и Гитлер ее менял, на самом деле, потому что для того, чтобы изменить судьбу уже войны, когда он уже понял, что он ее проигрывает, тогда он решил поменять другую сторону. В общем-то, там много чего интересного, и это Анненербе, кстати, об этом я когда-то рассказывал, когда еще в бытность вел программу на 13.30 у нас, и там была такая вот программа, и, кстати, в этом SanGateRadio.com я как раз-таки делал анализ нумерологически, опять же, ну, очень простенький такой, нумерологию Гитлера. И почему, и как это все было, там огромное количество нюансов, это тоже тема ни одной передачи. Это да, это не на одну программу, но тем не менее, как мы раньше говорили, менять судьбу, предположим, человек хочет менять судьбу, он хочет поменять работу, но он не специалист ни в какой области, кроме своей, и тем не менее, он может с собой что-то сделать, или ему нужно снова поступать в институт, ему нужно снова учиться, ему нужно снова очень много заканчивать, скажем так, тренироваться в новой профессии. Потеряет он пять лет в институте, или четыре года в институте, потом еще года четыре на практике, потому что мы отлично знаем, что институты, в принципе, не так много дают в практическом смысле для профессии, и в результате получится, что он потерял восемь лет, а профессия эта с рынка уже опять ушла, и вот так человек теряет время. Или не теряет. Или не теряет, но вы понимаете, я, скажем так, анализировал ситуацию, которая находится здесь, и я вот к какому выводу пришел. Ну, еще раз, можно почитать там статьи, но я просто какой-то кусочек вот расскажу. То есть, с моей точки зрения, на территории, той территории, в которой мы с вами находимся, я вот уже нахожусь 24 года, допустим, да, и если говорить о том, что приобретают наши дети, которые становятся школьниками, потом становятся студентами, ну, кроме как какой-то специальности, кроме как стремления получать определенное материальное какое-то вознаграждение, редко приходится встретить, причем, значит, понятно, чем престижнее колледж, тем престижнее будет работа, и, соответственно, обучение измеряется тем самым количеством денег, которое потом эта работа может принести. Но, я сейчас говорю не об этом, я сейчас говорю о том, что знает ли тот студент, и, причем, это не имеет отношения к Соединенным Штатам, это везде во всем мире происходит, знает ли тот студент, который идет учиться в высшее учебное заведение, свое личное предназначение. Значит, ну, по статистике, еще раз, есть некоторая статистика, она, конечно же, не афишируется, но примерно 90% людей понятия не имеет, на самом деле, какое его предназначение, они идут в этот колледж, ну, им повезло, если ничего не меняется, но достаточно много людей, которые потом где-то посередине своего образования, или даже в конце, они начинают понимать о том, что они учатся не тому, и они тогда сходу начинают где-то там переучиваться, менять, ну, слава богу, здесь это возможно, тут нет с этим проблем. Так вот, потом они выходят на работу, и что происходит? Выпускается огромная армия employees, огромная армия работников, и только отдельные, отдельные люди, которые действительно знают, которые чувствуют, ну, интуиция у них развита, или что-то еще какое-то другое чувство, они чувствуют свое предназначение, они знают, что они на многое способны, и вот тогда они становятся то, что называется бизнесменами или employers. Соотношение, ну, наверное, все знают, соотношение employers к employee, ну, просто категорически там измеряется, по-моему, не в процентах, а в долях только процентов. Надо. Вот, так, я опять же говорю это к тому, что было бы неплохо знать свое предназначение, тогда можно избежать достаточно многих ошибок, потому что если человек идет на работу, или вот он не находит работу, ну, в силу разных причин, тогда он начинает, так сказать, копать, пахать, или там что-то ковать, а это как раз-таки не его предназначение, даже несмотря на то, что он получает серьезную зарплату. Ну, мы все знаем о том, что вот где-то к 2000 году здесь наплодилась, расплодилась огромная армия программистов, вот, которые сегодня работают, получают, как бы, свою зарплату, если, конечно, работают, но получают ли они от этого удовлетворение минимум от счастья, тем более, вряд ли. Причем был довольно сильный обвал на рынке, по-моему, год 2001-2002, когда те, кто заканчивали вот эти вот элементарные даже курсы программистов, хотя там буквально самую элементарщину, как бы, преподавали, им сразу со старта давали там по 60-70 тысяч в тех долларах, вдруг это резко все обвалилось, и они резко потеряли работу, потому что рынок настолько перенасытился дешевыми программистами, я говорю не специалистами, а именно дешевыми программистами, что этот рынок сам себя почистил, так получилось уж. Но у меня тут другой вопрос, Михаил, сразу. Я вспоминаю одну притчу из братьев Стругацких, из, по-моему, повести «Стажеры». Притча о маленьком человеке, она называлась. О человеке, который регулярно ходил на свою работу, ничего такого не производил, 8 часов отсиживал за конторским столом, считал чужие деньги в чужих карманах, потом случайно попал под дождь, простудился и умер. И, в общем-то, ничего не произошло, но в этот день был такой сильный дождь, что, казалось, все небо скорбело именно об этом маленьком человеке. Я уж так не сильно дословно перевожу эту притчу, но, тем не менее, смысл у Стругацких был таков. Так вот я об этом и говорю. В принципе, никто не может себя гарантировать от того, что они выходят эмплоис, а не эмплоерами. Я, насколько я понимаю, систему американского образования на сегодняшний день, она сделана именно так, и именно потому, что она из школы, из колледжей, она вычленяет тех людей, которые хотят брать сверхпрограммы. Вот эти вот люди, которые определились абсолютно, куда они дальше пойдут, и вот этих людей начинают тянуть. Под них можно получить, они могут получить гранты, они могут получить какое-то, ну, какое-то дополнительное обучение. По крайней мере, вот на них все сосредоточено. Поэтому у Соединенных Штатов на сегодняшний день и больше всего Нобелевских премий в мире. И поэтому в Соединенных Штатах создана и компания Apple, и компания Microsoft, и компания Google, и многое-многое другое. Потому что вот этих вот детей начинают тянуть. Но кто-то же у них должен быть работниками-то в результате. Если все выйдут на свою стезю, и все станут эмплоерс, то кто будет эмплоиз? Такой философский вопрос, но тем не менее, кто будет маленькими людьми, на которых тянется вот весь этот мир.